У громадской приемной Гомельской областной организации «Белая Русь» спякотна не только по причине высокой температуры по ветру. На прием до керовника системы эдукации люди приходят с проблемами, которые самостоятельно вырешать не могут. Отремление работниками галины того же арендного жилья, например, для еще одно питание. Льготы для молодых специалистов. Нехто из выпускников выбрал свободное размиркование, але теперь высветилось. Ни материальных выплат, ни певных социальных льгот в таком разе не предугледжено. А вось, что-то чисто непосредственно про сладкование, то тут особливых проблем возникнуть не повинно. В этом году прибудет около 900 молодых специалистов в отрасли образования. Я думаю, что уверен в том, что они будут все трудоустроены и обеспечены работой по специальности, либо близкой к педагогической специальности. Жильевое обыдовництво у Гомеля ведется постоянно, а ледночасово с ворошением кватерного питания в этот процесс створяет еще и одну достатково актуальную проблему, не хапая детячих дошкольных установ. Пытание, которое часто задают керувникам системы эдукации. Забеспеченность новых микрорайонов детячими садами. Проблема саправды яснуя и, как ей выражать неподназначные сродки. Один детячий сад каштует 70 миллиардов белорусских рублев. По коль вариантов не шмат покидать детей на неких из родных, те вести у инш района города, где есть свободное место. Была, правда, идея открытия приватных детячих садов, але по широку причин реализовать ее не отрымалось. А вот планы по подготовке школ до нового научного года выполнены практически в полном объеме. У 11-й Гомельской средней школы для этих мед выкаристали як бюджетные сродки, так и маль 140 миллионов рублев, которые заработали самостоянно, прас оказание платных адвокацийных послуг и сбор тех же другостных ресурсов. А про этот год частку работ выканали по программе «Дети працовной занятости». Перед початком нового научного года у директора Натальи Литвиновой у вугле нетренний настрой. И подручниками установа полностью забеспечена. И новая мебель у классов заявилась. И самое главное – школьники будут учиться у БОЖ комфортных умов. Абсолютно качественно отремонтированы все кабинеты школы двух его зданий. Мы осуществляем замену мебели в двух зданиях школы. И на сегодняшний день ждем наших детей, которые придут 1 сентября в обновленную 11-ю школу.